На прошлом занятии мы с вами начали знакомство со структурированным языком запросов SQL. Сегодня мы продолжим знакомство с этим языком. Остановимся на языке манипулирования данных и извлечения данных. Мы сказали, что язык управления базами данных, любой язык управления базами данных, должен позволять описывать структуру данных, модифицировать данные, извлекать данные, обеспечить их безопасность и обеспечить управление транзакциями. Как описывать структуру данных мы с вами в прошлый раз рассмотрели на языке SQL. Сегодня мы остановимся на модификации данных и на извлечении данных. Мы сказали, что SQL, как и любой язык, содержит такие объекты, как литералы, ограничители, комментарии, идентификаторы, зарезервированные ключевые слова. Он содержит свой тип данных, содержит функции языка. Это как скалярные функции, так и агрегатные функции. Он содержит свои операции, как арифметические, логические, функции над строками, над датой и временем, ну и так далее. Все операторы языка SQL, вернее, специфичные операторы языка SQL мы условно делим на три большие группы. Их еще называют языками. То есть язык определения данных, язык манипулирования данными, язык отбора данных. К языку определения данных мы относили команды создать объект, create, изменить объект, alter и удалить объект, drop. После этих команд мы указывали, какой именно объект, например, database, table, view, index. И в зависимости от того, с каким объектом мы работаем, наши параметры будут меняться. Например, для создания таблицы мы использовали команду create table, имя таблицы. В скобках указывали поля, из которых будет состоять таблица, тип полей и спецификация этих полей. Не пустое, пустое, значение по умолчанию, дефалт, либо это счетчик, ну и так далее. На примере, вот к примеру, мы создали таблицу кустомер, которая состоит из поля кустно, это целочисленное поле, не пустое, из поля кустгрупп, это символьное поле, которое может быть пустым. И значение поля кустно, не кустгрупп, должно быть либо S1, либо S2, либо S10, но никак не другое. Если мы попытаемся ввести что-то другое, оно нам даст ошибку. Это мы с вами тоже рассмотрели на прошлом занятии. Сказали, что для модификации используется команда alter, для удаления команда drop. Это еще раз повторили. Сегодня пойдем дальше. Язык манипулирования данными. То есть если определение данных, оно работало с объектами, то манипулирование данными работает с содержимым этих объектов. А содержимое мы рассматриваем в таблицах, либо в представлениях. То есть что я могу сделать с данными в таблице? Я могу добавить в строку одну или несколько строк. Я могу удалить одну строку или несколько строк, или вообще все строки. Я могу изменить значение строки. То есть чтобы удалить, я буду использовать команду delete, чтобы вставить insert, чтобы изменить update. Например, для удаления мы сказали delete. Теперь delete from. Откуда я буду удалять имя таблицы? Если команда будет выглядеть delete from, например, студенты, я удалю все записи таблицы студенты. То есть сама таблица, она останется, она будет пустой. Но существовать она будет. А если бы я сделала drop студенты, то она бы удалила целиком таблицу вместе с описанием структуры этой таблицы. Если мне нужно удалить не все записи, вот как в этом случае, а лишь некоторые, которые удовлетворяют определенным условиям, я должна после команды delete from table указать через where условия. Например, delete from студенты where адрес равно Москва. У меня из таблицы студенты удалятся все записи, где по полю адрес значение Москва. То есть если это такая одна запись, значит удалится одна запись. Если таких записей есть, то удалятся 10 записей. Для вставки строк мы используем команду insert. Команда используется в двух вариантах. Insert valois или default valois, то есть значение конкретное. И вставить можно выражение. Это второй способ. Как выглядит команда? Служебное слово insert. Дальше into можно вставить, можно не вставить. Указываем, куда мы вставим. Это имя таблицы или имя представления. В скобках могу перечислить столбцы. Если все столбцы я использую, то можно вообще ничего не вставить. Тогда система сама понимает, что нужно информацию вставить во все столбцы. А если мне только по некоторым столбцам вставить данные, то я перечисляю наименование столбцов. По остальным столбцам, куда данные не вставились, либо будет значение 0, либо будет значение по умолчанию, то есть значение default, если это установила, либо вообще ничего не будет, просто будет пустой столбец. Например, у нас была таблица специальности, которая состояла из трех полей. Код специальности, наименование специальности и описание специальности. Если бы код специальности было числовым полем, у меня было бы insert into специальности, valois, и конкретное значение 34, наименование из описания информационной системы. Но так как у нас первое поле код специальности – это был ширчик, то я не имею права вводить информацию, информация должна срабатываться, генератор должен сработать сам, и сам должен ввести эту информацию в таблице. То есть я веду insert into специальности, valois, и лишь по двум последним полям из информационной системы. А код генератора, он сработает сам. Можно, вот тут если вы обратили внимание, после наименования таблицы специальности и специальности, я не перечислила столбцы. То есть считается, что я буду вводить информацию во все столбцы. Если же я хочу вводить информацию в отдельные столбцы, то я говорю insert into таблица, и в скобках указываю, куда именно я хочу ввести. Я хочу ввести в столбец название специальности. Тогда у меня будет valois, vt. Здесь вы должны понимать, что у меня название из двух слов состоит, но я не взяла его в квадратные скобки, я просто вам показала, как пример. По второму, по третьему полю описание специальности у меня ничего не будет, будет пусто. Это первый способ вставки, вставка в таблицу значений через valois. Второй способ – это вставка в выражение. Например, у нас была таблица студент, которая содержала информацию о студентах. Я создаю таблицу студент 1, которая будет состоять из двух полей, поле фамилии и поле адрес. Оба поля не пустые, и оба поля символи, разной длины. Теперь, чтобы заполнить эту новую таблицу данными, я хочу взять данные, которые есть в моей основной таблице студент. Что я для этого делаю? Я говорю insert into, вот эта таблица студент 1, указываю, какие поля я хочу запомнить. А вот теперь самое интересное. Я вытаскиваю все лет фамилию и адрес from большой таблицы студенты, где специальность равна ВТ. То есть, как это работает? Сначала из моей таблицы студенты, которая уже есть, которая большая, проверяются все строки, где специальность ВТ. Вот из всей этой большой строки вытащится значение фамилии и адреса, и вот эти значения, два поля, скопируются в таблицу студент 1. Вот это второй способ ставки данных через выражение. Помимо того, что мы можем удалить или вставить информацию, мы можем изменить имеющуюся информацию или галактикация срок. Для этого существует инструкция update. Update – имя таблицы. А вот дальше что мы можем? Мы можем лишь изменить значение столбца. Каким образом? Говорим set – пусть вот значение такого-то столбца будет равно новому выражению, значению по умолчанию, значению ну и так далее. Если вэя не будет, то у меня поменяются во всех строках значения этого столбца. Например, все студенты перешли на следующий курс. То есть у кого плюс один будет везде, например, да, выражение. Или же по какому-то конкретному условию. Перевелись на следующий год только те, у кого GPA больше чего-то. Когда здесь вэя, GPA больше, там, например, 3. Вот эти три основные команды, еще разок, insert, delete и update, это для работы со строками, с данными таблицы или просмотра. Ну вот здесь вот на примере студенты, update, изменяю таблицу студенты, называю группу, переименовываю группу. Раньше, если группа называлась VT, теперь она у меня будет называться VTRO. То есть пусть группа будет VTRO, где раньше группа была VT. Третий язык – это язык излечения данных, да, оператор select. В самом простом случае оператор выглядит следующим образом. Select – что выбираем? From – откуда выбираем? Where – условия выборки. All distinct – необязательные параметры. All вообще стоит по умолчанию, то есть мы слово All, если не ставим, это автоматом стоит. All означает вытащить всю информацию, все данные. Disting означает вытащить неповторяющиеся данные. Либо указан таблицу, либо представление. V – условия выборки. Так, здесь в параметре колумн-лист, вот в списке, что может быть, какие значения могут быть в принципе. Может быть, стоит звездочка, тогда это будет означать все столбцы таблицы. Можно перечислить имена столбцов, конкретные. Тогда, например, если у меня таблица из 10 столбцов, я перечислила 3, и у меня в результирующей таблице будет всего лишь 3 столбца. Можно поставить спецификатор в виде аст, то есть псевдоним. Это позволит мне заменить имя столбца. Или же, если какое-то вычисляемое поле я хочу создать, оно мне… поле не будет иметь значения, оно даст формальное значение вот этому столбцу, вычисляемому значению. Можно использовать выражение, можно использовать системную или агрегатную функцию. в этой фразе могут использоваться все операции сравнения. Равно, не равно, больше, меньше, больше, равно, меньше, равно. Может использоваться команда between and, означает между, то есть указывать диапазон, включая границу. Например, между 2018 и 2020 годом поступления. like – это как шаблон, содержит что-то. И дальше мы указываем шаблон. In принадлежит промежутку, интервалу, множеству. Из нул не определено. Вот это значение всегда будет false. exist существует. Причем каждый из этих операторов может притворяться оператором not. То есть не входит в промежуток not between, not like, not in, из not нул. Можно ставить сложные выражения через операцию and or not. Больше чего-то, and меньше чего-то. Нужно помнить, что оператор, есть приоритеты операторов, да, логических. Наивысший приоритет not, второй and, третий or. Если вы хотите поменять порядок, то вы должны ставить в скобках выражения. Например, что здесь происходит? Мы из таблицы, вот from employer, мы из таблицы employer выбираем раз, два, три, четыре поля. Поля называется amp no, вернее, записи полей amp no. amp no, m, f name, m, l name, dp no. Но не все вподряд, а какие, где amp no не входит в множество 10102, 9031. То есть все остальные данные по вот этому столбцу будут у нас в результирующей таблице, и только данные, равные вот этому, у нас в результирующую таблицу не попадут. Второй пример. Я вытащу из таблицы project два поля, project name и budget, где budget между интервалом 95 тысяч и 120 тысяч. То есть все, что находится между вот этими, включая 95 тысяч и 120 тысяч, у меня вытащится в результирующую таблицу. Вот этот запрос аналогичен запросу end через end. То есть если я поставлю where budget больше равно 95 тысяч и меньше равно 120 тысяч, результат будет абсолютно одинаковый. Ну и еще один пример на использование шаблона на like. Из таблицы я вытаскиваю три поля. По первому полю я ставлю like, шаблон. И вот условия шаблона. Здесь знак подчеркивания означает один любой символ. Знак процента означает любое количество любых символов. Конкретно а означает символ а. То есть вот в этом первом поле мое значение должно начинаться с какой-то любой буквы, любого символа. Вторым символом обязательно должна быть буква а. А далее любое количество любых букв. Навальный, на, лар, ну и так далее. Мы рассмотрели перед этим самый простой способ, самый простой вариант оператора селент. На самом деле этот оператор, конечно, сложнее. Он может содержать, помимо того, что мы сказали, select, там, distinct from where, group by, группировку данных, having, это условие, которое накладывается на группу данных, и сортировка order by, ask у нас стоит по умолчанию, это сортировка по возрастанию, desk это сортировка по убыванию. Тут еще нужно помнить, если сортируется, можно сортировать не только по одному полю, по нескольким полям. То есть сначала будет сортировка по первому полю, потом, если данные одинаковые будут в этом поле, то сортировка пойдет по второму полю. Но рассмотрим group by. Мы сказали, это команда, или фраза, которая позволяет группировать данные по какому-то столбцу, либо по нескольким столбцам. В формат синтаксис row by указываем по какому столбцу, если одна таблица, можно имя таблицы не ставить, если несколько таблиц, указываем, какой таблица, какой столбец. Ну и дальше условия. Например, я работаю с одной таблицей, в данном случае таблица студенты, из этой таблицы я вытаскиваю наименование группы и количество студентов. Здесь, если вот эта группа не будет, то выйдет, например, она вообще вам может дать ошибку, или не ошибку, а дублирующая страница строки, будет из 11, это он первого студента встретил из из, потом будет вт 5, потом опять из 11, вт 5 и так далее. То есть если из 11 студентов, то этот 11 раз продублируется. Вот чтобы это не дублировалось, добавляют группировку по наименованию группы. Тогда будет результатом из 11, вт 5. Всего лишь две строчки. Ну, например, вот здесь давайте рассмотрим. Select я вытаскиваю из таблицы from box два поля, поле прочь, но и джон. Группирую по этим двум полям. То есть они не будут теперь повторяться. Например, по такому-то проекту столько-то должностей. Столько будет такая. Здесь у нас группировки нету, но здесь у нас вложенный запрос. Рассмотрим пример. Я вытаскиваю из поля works on значение поля mpno, где дата равна не конкретное значение, которое я хочу ввести, а выбираю внутренний запрос. Когда будет работать вот этот запрос, сначала сработает внутренний. Внутренний как будет работать? Он, вот этот внутренний запрос, Select, вытащит из таблицы works on максимальное значение даты, где работа менеджера. То есть, например, последний менеджер устроился вот в этом году, в 2020-м, значит, у него будет максимум 2020. И вот это вот все будет равно просто 2020. Одно число будет. Теперь вот это число, которое он нашел из таблицы, он подставляет сюда. Получится, что он вытащит из таблицы значение mpno, где дата равна 2020. То есть, он практически выведет всех номера тех менеджеров, которые позже всех пришли на работу устроить. Третий пример. Select, вытаскиваю значение поля projno, номер проекта, количество неповторяющихся, вот здесь их, работ, как job count. Так как количество неповторяющихся работ, такого столбца у нас нету, я вот этот столбец, чтобы он без шапки не остался, называю как job count, количество работ. Из таблицы works on сгруппировал по полю projno, номер проекта. Having. Эта фраза определяет условия, которые применяются в группе строк. То есть, если мы way применяли к одной строке, то having применяется в группе, с группировкой работы. Например, select project no, вытащить номер проекта из таблицы рабочие, сгруппировав по номеру проекта и наложив условия на эту группировку не менее четырех. То есть, будут выбраны те группы, которые содержат не менее четырех строк. Например, там проект 1, 3 рабочих, проект 2, 4 рабочих, проект 3, 5 рабочих, он вытащит только первую информацию. проект 1, так как только 3. Итак, мы сегодня с вами остановились на языках манипулирования данными DML и на языке отбора данных. Select. Манипулирование данных мы отнесли командой insert, delete, update и отбор данных. Это select с условиями way, с группировкой группы, с накладыванием условия на группы Having. На следующем занятии мы с вами продолжим знакомство с этой командой, с языком SQL. Вопросы для закрепления, на которые вы должны уметь ответить, у вас на экране. Список рекомендуемой литературы. Ну и на этом наше сегодняшнее занятие завершено. Субтитры создавал DimaTorzok